МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новость Анапа Регион, в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте! Итак, смотрите сегодня выпуски. Теперь вам придется соответствовать гордому имени земляка. В имени героя в школе села Супсех открылась мемориальная доска Степана Жолоба. Все такие разные, но при этом у всех людей, у всех народов есть что-то объединяется. Многонациональная Россия. Анапа присоединилась к акции «Большой этнографический диктант». Для того, чтобы получить информацию о мероприятиях, вы можете зайти на сайт управления образования. Интересно и с пользой, чем заняться школьникам во время осенних каникул. Акция по озеленению Анапы, объявленная главой курорта, находит все больше сторонников. Теперь к ней присоединились неравнодушные и активные новоселы жилого комплекса «Радуга». Подробнее в нашем сюжете. Для Надежды Пашниной садоводство не просто хобби. Своим увлечением она заразила и соседей. Жилищный комплекс сдали два года назад, и сразу новоселы взялись за озеленение придомовой территории. Разбили клумбы, высадили цветы. Приехала сюда, посмотрела, батюшка, некуда глаз положить. Я взялась за цветы, покупала, садила, поливаю. Теперь же здесь загорелись новые идеи – высадить сад. Глава Анапы не так давно объявил общегородскую акцию по озеленению курорта. Призыв главы лег на благодатную почву. Так бы каждый двор вышел и посадил по одному дверью. У нас бы был город-сад бы, город-лес был бы, зеленый город был бы. Надо этим заниматься. Сегодня здесь с самого утра полным ходом идет высадка зеленых насаждений. Береза, акация, клён, черё, муха, туя – более 16 видов деревьев. Жители очень берегут свой уголок, который называют радужным. На субботники выходят целыми семьями. Я здесь живу и хочу, чтобы у меня был облагорожен двор, и чтобы была зеленая зона, чтобы можно было выйти летом, подышать, посидеть, прогуляться. Это наш дом. Сюда приходят наши дети, играть внуки. Поэтому хочется, чтобы красиво было. Даже каждый вот выйдет с дома, посадит по маленькому цветочку и представляете, сколько красоты будет. Но не все это понимают. На этом они останавливаться не собираются. Уже совсем скоро в их домашнем сквере появятся новые питомцы. Жители решили высадить у себя во дворе голубые ели. Руслан Душевский, Анапа, регион. Никто не забыт, ничто не забыто. В субсихе прошло торжественное открытие мемориальной доски героя Советского Союза Степана Михайловича Жулоба. С этого года сельская школа будет носить его имя. Степан Михайлович Жулоб стал первым анапчанином, получившим звание Героя Советского Союза. Во время Советско-финской войны он отвечал за оборону в районе полуострова Тюрин-Саари. Его взвод четыре дня удерживал плацдарм в сильнейшие морозы, не позволяя врагу пройти вперед. Теперь вам придется соответствовать гордому имени земляка, Героя Советского Союза. И, наверное, все-таки теперь все свои действия и поступки соизмерять с тем серьезным званием школы. Теперь к вам будем и по-другому относиться, и за вашей учебой смотреть по-другому. И, наверное, все-таки у вас должен быть и появится стимул учиться лучше, активнее участвовать в общественной жизни школы, своего населенного пункта. И, конечно же, в будущем соответствовать Героям. Возложение цветов и митинг. После официальной части ученики школы запустили в небо белые шары, как символ мира. Это было неожиданно, и это было очень приятно, это очень ответственно. Поэтому сегодня мы ее будем открывать. Ребята о желобе знают много, я уже сказала. Планируем мы уже большое мероприятие, посвященное Героям Советского Союза. У нас в школу закончили два Героя Советского Союза, еще и Егор Лариков. Мы планируем большой праздник, посвященный вообще участникам войны, героям войны, неизвестным участникам войны. Я считаю, что это очень почетно, это достойно носить звание, тем более имени Жолоба, потому что этот человек сделал очень многое для нас. Еще он тем более и жил в субсехе в наших краях. И еще одна новость, которая была озвучена сегодня. С этого года школа будет носить имя Героя Советского Союза Степана Жолоба. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анаба-регион. Что означает то или иное слово? Вопросы, связанные с жизнью, бытом народов, традиционными промыслами. В России стартовала акция «Большой этнографический диктант». Ее главная цель – пробудить интерес к знаниям о культуре ближайших соседей, граждан единой страны. Задание оформлено в виде теста. В Анапе его провели в муниципальном центре развития и образования. На входе каждый получает идентификационный номер, чтобы можно было самостоятельно узнать результат в интернете. Десятиклассник Владимир Майоров – призер краевого этапа Всероссийской школьной олимпиады по географии. Участие в этнографическом диктанте – еще одна возможность проверить себя. Планету, а также жизнь других народов изучает с раннего детства. Интерес пробудили родители своими рассказами. Кроме того, дома были глобус и карта мира. У меня предки разных национальностей, и мне было очень интересно именно вопросы в этом плане изучать. Свои корни, ну и, собственно, потом уже пошло-поехал по другим национальностям, этносам. Все такие разные, но при этом абсолютно у всех людей, всех народов есть что-то объединяющее всех. При этом у каждого народа есть что-то перетекающее от иного в другое. То, что народы, проживающие вообще на разных концах земли, в разных полушариях, у них встречаются похожие обычаи. Например, пирамиды в Мексике, пирамиды в Египте, несмотря на то, что они в разных полушариях находятся. Этнографический диктант проходит уже в третий раз. Его организовали Федеральное агентство по делам национальности совместно с Министерством национальной политики Удбургской республики. В зале порядка 50 школьников. Здесь мы узнаем, насколько мы хорошо сами для себя знаем нашу богатую и необъятную страну. Насколько мы владеем теми знаниями, которые нам позволяют дальше идти в эту взрослую жизнь действительно гармоничным, умным и успешным человеком. За 45 минут необходимо ответить на 30 вопросов. Из них 20 касаются всей страны, еще 10 – Краснодарского края. Со 2 по 4 ноября для всех желающих на официальном сайте мероприятия будет проводиться онлайн-тестирование. Окончательные результаты опубликуют 10 ноября. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. В осенние каникулы с 5 по 11 ноября для анапских школьников откроют двери учреждения дополнительного образования. В детских лагерях пройдут профильные смены для призеров Олимпиад, а также для молодых людей с активной жизненной позицией, в том числе волонтеров. Их ждут образовательные программы и мастер-классы. Спортивные и творческие школы в эти дни будут работать с повышенной интенсивностью. Центр туризма организует различные походы. Общебразовательные школы не будут пустовать. На их базе продолжат работать клубы по интересам, кружки по внеурочной деятельности, физкультуре, творчеству, будет идти подготовка к различным школьным Олимпиадам. Для того, чтобы получить информацию о мероприятиях, вы можете зайти на сайт управления образования, который находится в прямом доступе, там вывешены абсолютно все мероприятия, либо обратиться непосредственно в управление образования на Пушкино, 28. День народного единства пройдет в Анапе празднично и ярко. В честь государственного праздника на театральной площади курорта развернутся ярмарка сельхозпроизводителей и фестиваль национальных блюд, спортивные и развлекательные площадки, лучшие творческие коллективы поздравят всех участников торжества концертными выступлениями. Народные гуляния начнутся с 10 утра. Детей и молодежь ждут интерактивные конкурсы и подвижные игры. Фестиваль поварского искусства народов «Дружная семья» удивит гостей разнообразием блюд греческой, армянской, грузинской и казачьей национальных кухонь. В 11 часов стартует красочный молодежный фестиваль «Дружба народов» с концертной программой «В единстве нашей силы» и спортивный фестиваль «ГТО. Одна страна, одна команда». Мастера декоративно-прикладного творчества представят выставку работ в мире радужных ремесел. Принять участие в праздновании Дня народного единства приглашают всех желающих. Участница шоу «Голос дети» рассказала воспитанникам Всероссийского детского центра «Смена» о секретах популярного проекта «Снежана Шин» – юная певица, родом из Новороссийска. Ее главная мечта – стать профессиональным исполнителем. На встрече с мальчишками и девчонками с смены популяризации профессии в парке будущего юная артистка рассказала о своем участии в знаменитом телепроекте «Голос дети» и поделилась секретами своего мастерства. Я всегда мечтала узнать, что происходит за кулисами «Голоса» и как проходит деятельность, то есть они приезжают и учатся ли они, как долго они там находятся. И сегодня «Снежана» ответила на все наши вопросы, и поэтому мне эта встреча запомнилась на долгое время. «Снежана» поделилась мнением о том, насколько важно для мальчишек и девчонок присоединиться к российскому движению школьников. Рассказала о том, что примерами для подражания для нее являются Кристина Агилера и Уитни Хьюстон, а также поделилась своим секретом о том, что хочет продолжить карьеру певицы и планирует исполнять песни собственного сочинения. После встречи мальчишки и девчонки сделали со Снежанной селфи на память, а также получили автографы. По словам Снежаны, эта встреча запомнится ей надолго. Я человек, который уже познал, что такое телевизионная сцена, и у меня есть какой-то опыт, и я очень рада поделиться им с детьми. Я обожаю таких детей, когда они поддерживают на каждом слове. Это очень приятно, очень классно. Это очень здорово, мне очень понравилось слушать, узнавать что-то новое. Я очень мало знаю о такой профессии, как певец, и сейчас мне было очень интересно получать вопросы, тем более почти наши ровесники, поэтому, да, это полезно. В Анапе стартовал традиционно открытый турнир по бадминтону «Осенний валан». Он проводится в четвертый раз и с каждым годом набирает популярность. В этот раз на участие в турнире прибыли команды сразу из нескольких муниципальных образований края – Крымска, Новороссийска, Краснодара, Сочи и Абинска. В соревнованиях принимают участие мальчишки и девчонки с третьего по восьмой классы. Команда «Анапы» – один из основных претендентов на победу. На данный момент сейчас ребятишки у нас выезжают на первенство Краснодарского края. Мы приехали с Гулькевича по 2006-му. Девочки у меня стали призерами, второе и два третьих места. Я считаю, это очень хороший результат за четыре года. И были мы в Курганинске, мы тоже стали призерами первенства Краснодарского края. Поэтому, ну, еще не первые места, но мы уже подбираемся к ним. Соревнования продлятся два дня. Будут подведены итоги в групповых и индивидуальных играх. Этот турнир станет частью серьезной подготовки к другим важным соревнованиям. Уже в конце этого месяца наши спортсмены примут участие во всероссийском юношеском турнире по бадминтону, который пройдет в Орехово-Зуево. Далее информация о партнере программы. Тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. Она про регион.ру. Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Вертикальный солярий и инфракрасная сауна. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Для студентов и школьников абонемент от 400 рублей. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным. Государственная инспекция безопасности дорожного движения предупреждает водителей. Проявляйте особую осторожность в местах, прилегающих к детским и образовательным учреждениям. Не подвергайте опасности самое дорогое.